Слышно? Константин Витальевич, здравствуйте Да, приветствую Приветствую, Рослышь Здравствуйте, Константин Приветствую Да знаю вас, да Все время вижу Разговор продолжим с руководителем общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константином Круповым Константин Витальевич, доброе утро Приветствую, доброе утро Смотрите, в две ситуации Осознанно уехал, снеся бампер соседу по парковке Или уехал, не заметив, что чуть зацепил машину И то, и другое карается решением прав Вы считаете это справедливо? Я считаю это абсолютно справедливо Потому что мотивационно доказать нарочно водитель зацепил или не заметил невозможно Хотя формально можно определить, что человек, сидящий в автомобиле, ну как это не заметил, что он кого-то зацепил, это странно Водитель, как правило, сливается со своим транспортным средством А ощущает буквально даже 2 мм, если кто-то близко подъезжает Но в любом случае на закону это не распространяется, вот эта мотивационная вещь Единственный момент, который может уравнить это все по закону Это градационно распределить по финансам сумму ущерба Потому что сейчас формально одна царапина может служить Если злостно человек уехал, его искали 3 месяца, потом нашли с полицией Ему могут впаять и реальный срок Я считаю, что это неразумная и неадекватная мера пресечения для водителя, которую, может быть, просто не заметил Ну а вот сейчас, с учетом всех возможных технологий, видеорегистраторов, геолокаций, датчиков удара Насколько объективно проще стало находить виновников в таких вот покинувших место ДТП? Только находить виновника можно даже по номеру автомобиля Это я говорю тем, кто вдруг увидел свою царапину Действительно, камера видеофиксации может служить основанием для того, что полицейские найдут этого водителя в течение 3 месяцев, как правило И уже водитель, который скрылся, или нарочно, или специально, или умышленно, он уже несет всю полноту ответственности Да, но мотивация в суде и как доказательство в суде, что человек не увидел Это, как правило, в 90% не рассматривается судом Потому что формально доказать это нереально И второй момент, кто сидел в автомобиле Может быть, родственник, знакомый, его угнали и так далее Это тоже в юриспруденцию не пропишешь Камера не может это зафиксировать И поэтому, когда находят вот этот автомобиль, который поцарапал Как правило, ответственность переходит на владельца транспортного средства А так как все автомобили у нас по ОСАГУ Тогда чего переживать и чего волноваться? Все равно вы получите свои деньги Понимаете, тут еще вот какой момент Просто лишение прав за оставление места ДТП зачастую провоцирует еще более опасные ситуации Когда люди притерлись не сильно на какой-то оживленной магистрали Будь то, например, УКАД в Москве или просто трасса И боясь сдвинуть свои машины Попадают, возможно, еще в более серьезные Даже иногда зачастую с человеческими травмами или жертвами Так же быть не должно Гениальный вопрос и ответ очень простой Дело в том, что есть градация автомобильных дорог у нас МКАД это относится к категории особо опасных Есть федеральные трассы и так далее На них, как на железнодорожном переезде Вот вы зацепили бампер на железнодорожном переезде Вы же не ждете, когда полиция приедет Вы быстро отгоняете, потому что поезд вас снесет То же самое и на МКАДе нужно сделать И в любом случае здесь единственное, чем рискует автовладелец Это штраф в тысячу рублей На кому стоит его жизнь И поэтому еще раз говорю По закону и даже сами ГИБДДшники призывают Везде написано Случилось ДТП, тут же зафиксируй это И сразу же уходи в безопасное место Только так нужно делать Но нас люди боятся И поэтому это и служит тем, что въезжает КАМАЗ ДТП ужасный и так далее А что значит тут же зафиксировали? Вот это поясните Ну если нет жертв Если нет жертв Если никто не погиб Ну вышел на фотку, сделался и тут же отогнал Ну что делить? Ну может быть стоит прописать это где-то На уровне закона, чтобы люди не боялись Как раз таки делали все соответственно правилам Это нужно где-то прописать Ну абсолютно верно Ну есть это уже Вот было бы странно, если бы это не было Просто там в законе написано то, что Есть ответственность за еще более тяжкий ущерб Который ты можешь причинить Вот ты остановился на МКАДе Вот именно и люди боятся Ну если ты на МКАДе Ну это железнодорожный переезд Еще раз говорю Ну оставился на железнодорожном переезде А может быть он закрыт и может поезд пойдет через 10 лет Но в любом случае еще раз говорю Это прописано в законе Но у нас люди боятся У нас боятся, что вдруг отъедет что-то не так Ему припишут и так далее Еще раз говорю Когда мелкая там до 100 тысяч царапина Надо сразу уезжать Потому что в любом случае ты получишь страховку Ну что ты волнуешься Жизнь все равно дороже водителя Чем какие-то деньги А вот это правильный вопрос И дело в том, что вот сейчас морозы И у меня съехал автомобиль Я что должен мерзнуть, палатку там сделать, чай и так далее Что это за ерунда Вот это и нужно прописать То, что если нет пострадавших, нет жертв и так далее Водитель может совершенно спокойно распоряжаться своим транспортным средством Хоть до весны пускай он оставит его Не надо его штрафовать Если это мешает, то он должен просто проинформировать Должно быть приложение Записал геолокации Вот я попал в ДТП То-то, то-то Все, сел в такси, уехал Он спокоен Заберут, все сделают и так далее И тогда у нас будет идеально все Поняли вас, спасибо большое Надеюсь, что так и произойдет в ближайшее время На наши вопросы ответил руководитель Общественная система обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохов Всем осторожней, друзья Осторожней, погода такая Спасибо Спасибо Все, спасибо большое Записали, все супер Все, надеюсь быстро Все, всем привет, увидимся Все нормально Отлично Вот прошла Запись для любимого канала России Все, всем привет Увидимся, надеюсь, в студии, друзья Все, пока Я отключаюсь Я отключаюсь, выхожу Вот так проходит запись для телеканала России 1 утро Сейчас Омикрон буйствует Вирусы и так далее Приходится писать из стационарных условий Не в студии Надо отвечать быстро, корректно, нормально Вот вы посмотрели, как я отвечаю Никакой подготовки Никаких вот этих вот БМ, кукареку и так далее Все идет разумно Хочешь также отвечать на любом телеканале Быть экспертом Нормально говорить Быть спикером И вне зависимости от того, какой вопрос тебе задали Знал ты его или не знал Грамотно, абсолютно четко отвечать Обращайся Этому можно научить И есть определенные практики Которые это позволят сделать С вами Константин Крохмаль Обращайтесь Вы будете говорить Так же, как я Может быть, даже лучше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому